Один из древнейших монастырей мира, Полоцкая обитель, центр православной веры, был основан в XII веке святой Ефросинией. И спустя почти тысячу лет остается крупнейшим женским монастырем Беларуси. Сегодня здесь живут 120 сестер. Духовный комплекс — это не только храмы и десятки других строений. Главное, в обители хранится сразу несколько духовных святынь мирового значения, в том числе мощи самой Ефросинии Полоцкой. Первой женщины с наших земель, которую церковь возвела в лик святых. У нее до сих пор сохранились не только косточки, но и мягкие ткани и кожа. В высокой ткани в многих местах сохранили гибкость и эластичность, толщину и объем. У святой сохранились глаза, она как будто просто спит. Свой земной путь Ефросинья Полоцкая закончила во время паломнической поездки на святую землю. Изначально была погребена близ монастыря преподобного Феодосия Великого в Иерусалиме. А когда город захватили египтяне, иноки русской обители перевезли мощи в Киево-Печерскую лавру, где они находились более семи столетий. Неоднократно монахини и сенот православной церкви просили вернуть мощи на родину. Трижды прошение было отклонено Николаем Первым. При Александре Третьем эта тема вообще стала запретной. Вопрос решился положительно только при Николае Втором. 3 июля 1909 года император подписал резолюцию, в которой удовлетворил просьбу верующих. Перенос мощей начался почти через год, в мае 1910 года и занял почти месяц. Изначально их из Киева в Оршу доставили на пароходе, а затем более 200 километров. Верующие через Витебске десятки населенных пунктов Беларуси обходными путями несли преподобную на руках в обитель, которую она основала. Но дома им суждено было пробыть всего пять лет. Во время Первой мировой войны насельницы монастыря вместе со святынями были эвакуированы в Ростов. Мощи преподобной подверглись, как и многие мощи других годников Божьих Советского Союза, на тот момент уже вскрытию. То есть их вскрывали в Ростове в первый раз в 1920 году, второй раз их вскрыли уже по возвращении в Полоцк в 1922 году, и в 1922 году их перевозят в Витебск. В Витебске их вскрывают третий раз и отправляют в музей. Только в 40-х мощи удалось вернуть в Полоцк, и почти полвека их хранили в закрытой раке сестры ликвидированного монастыря. Верующим они стали доступны лишь с возрождения духовной жизни Беларуси. Мы меняем верхние пелены полностью мощи, мы не открываем, а верхнюю пелену мы меняем в связи с праздниками или в связи с постами. На пост мы покрываем мощи зеленой пеленой, на праздники мы покрываем мощи белой пеленой. В годы войны исчез крест, изготовленный в 12 веке по заказу Ефросинием мастером-ювелиром Лазарем Бокшей. Где он сегодня, неизвестно. Это был крест-мощевик, куда были вложены величайшие христианские святыни. Крест являлся оберегом нашей земли. Именно эта реликвия стала первой святыней, которую решили воссоздать в независимой Беларуси. Благо, сохранились изображения креста. Золото было выделено из Госфонда Президента. Мастерскую вместе с мастером охраняли сотрудники Комитета госбезопасности. Иметь надо, конечно, адское терпение, определенные приемы. Ну и желательно быть в 12 веке, потому что была своя грамота. Даже они писали свои эти, так сказать, титлы. Они знали, что они делали. Я сейчас это так, бледное копирование. Комитетирование ни больше, ни меньше. Если можно говорить, что ты свободно владеешь 12 веком, это вранье, и никому не надо говорить. Почти пять лет шла работа, чтобы повторить творение 1161 года. На крест понадобилось примерно 800 граммов золота. В основе кипарис – нетленное дерево. Его привезли из Иерусалима. Так же, как и древняя святыня, воссозданный полоцкий крест – мощевик. В нем были вложены все те же святыни, которые находились в кресте 12 века. Крест преподобный, когда прибыл в обитель, конечно, мы были в такой радости. Мы так благодарили Бога, что святыня воссоздана. И милостью Божией, и промыслом Божьим заложены все те святыни, которые были заложены в первом кресте. И этот крест с первых мгновений его появления в нашу обитель, он стал чудотворным. В 2000-х была воссоздана Ирака, где хранятся мощи святой Ефросини. За образец брали саркофаг 1910 года, в котором возвращали святыню на родину. Но тот ковчег во время кампании по ликвидации церковных ценностей столетие назад был вывезен из Полоцка. 12 килограммов серебра также были выделены из Госфонда Президента. Ее размеры 2,20 по длине, 90 сантиметров по высоте и 80 по ширине. Рака практически всегда открыта. Кто из нас болеет, даже когда медицина совершенно бессильна, прикладывает к святым мужчинам, получает исцеление от своих болезней. Я сама по образованию медицинские работники. Знаете, даже если бы мне сказали, что она может сделать, я бы никогда в жизни не поверила, живя здесь в монастыре, слава Богу, столько лет, она может сделать все. В прошлом году в Беларуси была возрождена еще одна духовная святыня нации – Туровский крест. В отличие от Полоцкого, о нем практически никто не знал. Ведь изображение реликвии не сохранилось. Хотя оба креста, ровесники, относятся к одному историческому периоду. У нас на самом деле был полностью чистый лес бумаги. Даже непонятно, с чего было начинать. И началась работа по созданию контекста, по обработке как раз исторического контекста, богословского контекста, что при создании церковных предметов не менее важно, чем исторически. Это точно было не ранее 1190 года и не позднее 1230 года. То есть у нас образовалась такая ниша в 40 лет. Впервые о Туровской реликвии заговорили в 62-м, когда при раскопках древнего города археологом Петром Лысенко были найдены четыре свинцовые иконки. Ученый предположил, что они могут относиться к одному предмету, скорее всего, к кресту. И это предположение ни разу за почти 60 лет не было оспорено. Хотя научные труды были опубликованы и находились в открытом доступе. В отличие от Полоцкого креста, здесь неизвестно ни имя заказчика, ни тем более мастер. Неизвестно и где он был изготовлен. Возможно, в самом Турове, возможно, в Византии. Ответы на вопросы до сих пор не найдены. Работа по воссозданию креста заняла три года. Традиционно в основу заложен кипарис, который привезли с Афона. Украшен драгоценными камнями, выполнен из золота. Ориентировочно около килограмма. Металл разный. Металл, который использовался для чеканки, для изготовления иконок, для изготовления креста и орнамента по центру, это 958-я проба. Мы все-таки привязывались к пробам современным. Они очень близки к пробам, тем, которые тогда использовались. Металл пластин – это 750-я проба золота. Древняя святыня хранилась в Троицком храме, который был разрушен землетрясением. Сегодня мы можем видеть его руины. Приемником культового здания является кафедральный собор Турова. Туда и перевезли воссозданный крест. Всякий человек, который будет благовейно прилаживаться к этому кресту, как и каждому, как к иконе, к мощам святым годникам Божьим, Господь, верим, надеемся, что Господь будет давать исцеление и какое-то здоровье душевное и телесное для каждого из нас по вере нашей. Пока в него вложены две христианские святыни, незадолго до своего ухода владыка Филарет поместил в мощевик частичку креста Господня, а митрополит Вениамин – мощи святителя Николая. Но верующие уже воспринимают крест не как возрожденный сакральный памятник, а как оберег нашей земли. О святынях нации в главном эфире Елена Бормотова и Виталий Дишкевич.